Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ Компания может помочь, сориентировать, по какому адресу и каким телефонам звонить, но самостоятельно управляющая компания здесь, соответственно, перерасчет никакой не делает, потому что она не производит начислений даже по горячей воде. То есть чаще всего по горячей воде адресуем вопросы ресурсоснабжающей организации. Сколько у нее есть времени на работы, чтобы мы с тазиками и с нашими домашними бойлерами не беспокоились и не жаловались. Законодательство ограничивает, ремонт на сетях должен быть 14 дней, но одновременно и позволяет местной администрации этот срок увеличить. Поэтому у нас на нашем жилфонде по некоторым домам свыше месяца нет горячей воды. А есть возможность как-то людей оповестить, что дольше двух недель терпеть придется? В последний день уже за пределами рабочего дня идет информация о продлении. Управляющая компания тоже извещает жителей, это может быть немного позже, но сразу вот как поступила информация от ресурсоснабжающей организации. Совет, смотрите за информацией на входных группах в подъездах, смотрите информацию в группе во Вконтакте, в управляющей компании, там всегда она размещается и всегда актуальная. Также смотрите на информационных ресурсах ресурсоснабжающей организации в сети интернет и уровне местного управления. Вот уже второй год весь Киров перекопан, идет реконструкция, отключений вроде должно стать меньше или сроки должны сократиться. Вы наблюдаете какие-то перемены? К сожалению, ситуация не изменилась. На основной части жилого фонда проблемы с регулярным отключением, с понижением параметров горячего водоснабжения, то есть с занижением температуры и давления. Перечислять на самом деле много можно адресов, особенно у нас филейка почему-то выделялась в этом направлении. Это и дома, расположенные по улице Шаляпина, по улице Свердлово, часть по Октябрьскому проспекту в том числе. Там будет регулярно либо понижение параметров, либо просто отсутствие горячей воды. Что ж, гидравлические испытания в Кирове к сентябрю обещают закончить, неудобств должно стать меньше, а в следующий раз мы с Максимом Маньковым на нашей кухне будем считать деньги на капремонт. Кухня ЖКХ